Солнце, воздух и вода. Сегодня на прибрежной территории санатория «Пляжный поселок» состоялись необычные соревнования, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие проводится уже шесть лет подряд. Его участники – это ребята с досуговых площадок сельских округов. Всегда популярны, всегда много желающих, потому что летом кто-то живет чуть далековато от моря, какие-то сельские округа дальше, какие-то ближе. И вот такие вот события – это всегда плюс. Лишний раз вырваться на пляж, друзьями можно покупаться, поиграть, повеселиться. Всегда здорово проходит. Испытания самые разные. На ловкость, силу, интеллект и координацию. Мальчишки предпочитают силовые задания, девочки успешно справляются с логическими задачами. Здесь важен командный дух. Всю полосу препятствий она состояла из восьми этапов. Нужно пройти на время. Такие мероприятия важны для ребят, потому что мы в первую очередь встречаемся с такими же клубами, как мы. Ребята имеют возможность пообщаться между собой. Также это, конечно же, выезд на море. Мы находимся очень далеко от Анапы. Мы живем в станице Гостогаевска, поэтому это прекрасная возможность поучаствовать в соревнованиях, ну и покупаться на море. Самое главное, что мне понравилось, что это на пляже, мы на свежем воздухе. Это просто восхитительно, потому что большинство проходит в каких-то замкнутых пространствах. И душно, жарко. Здесь мы можем, пока ждем другие команды, мы можем зайти в море искупаться, мы можем пособирать какие-то песочные замки, закопаться в песок, да даже просто постоять, позагорать. И сами конкурсы довольно-таки интересные, мы двигаемся, это командная работа. Также мы можем напрячь свои мозги, вот как с ребусами, например, было. Это было довольно-таки интересно, хотя обычно я этим не занимаюсь. По итогам игры определились победители конкурса. На третьем месте команда досугового клуба «Бригантина». На втором – рассвет. Ну а победителями стали ребята с площадки «Клубок». Руслан Душевский, Анапа-регион.